Виктория, приветствую вас! Я думаю, что вам нужно здесь ориентироваться на себя. То есть вот на свои собственные ощущения. Если вы такая девушка, что считается, что мужчина обязательно должен первым делать признание, да, мужчина должен первым делать шаг вперед, то, в общем-то, я не думаю, что даже если мы скажем вам, что нужно признаваться первым, вы это сделаете и получите какое-то удовольствие от этого, от того, что вы признались. Потому что это будет неестественно для вас, это будет неправильно для вас. То есть вы будете считать, ну ладно, вот они психологи, да, они помогли. Они сказали, я сделаю так, потому что это правильно. Но вы решаете, как правильно, вы решаете, как нужно, вы решаете, как будет устраиваться ваши отношения. И если мужчина, например, не признаётся вам в том, что вы ему нравитесь, если он, грубо говоря, стесняется, там, я не знаю, если он там, скажем так, не решается вам сказать о своих чувствах, да, вот, то я думаю, что стоит задать себе вопрос о том, а нужен ли вам такой мужчина вообще, вот, понимаете? А нужен ли вам такой мужчина и будете ли вы с ним счастливы и будет ли вам с ним хорошо, понимаете? Понимаете? Вот. Я думаю так. Поэтому вот именно на это я рекомендую вам обратить своё внимание. Самое пристальное. Потому что не будет, не будет никакой пользы от того, да, если вы признаетесь и потом будете об этом желать. Это первое. Второе. О чём нужно обязательно сказать, да, это то, что каковы ожидания ваши от того, что вы кому-то признаете. Ну, например, вот, допустим, мужчине, да, признаете вас. То есть, что вы хотите от этого получить для себя конкретно. Если вы ждёте от признания, ну, например, того, что, вот, ну, что вы ему, допустим, скажете о своих чувствах первое, да, и что вы ждёте. Вы ждёте, что мужчина что будет делать. Что он с вами пойдёт на сближение, что он примет к сведению, что он ничего не будет делать вообще. Да? Вот. Вот. Каковы ваши ожидания? Если вы хотите просто поставить его в известность о том, что, вот, знаешь, ты мне нравишься. То есть, дать такой, знаете, такой, такой фонарик, да, на пути взаимодействия с вами, то это хорошо. Тогда на здоровье признавайтесь ему. Так, вы облегчите очень, очень сильно. Вы облегчите мужчине жизнь, и ему будет легче, ему будет проще, ему будет быстрее. Он придёт к какому-то выводу относительно, ну, вот, ваших отношений друг к другу. Вот. Если вы же напротив чего-то ожидаете от него, если вы напротив чего-то ждёте от него, то я думаю, что в этом случае вам не стоит признаваться, потому что можете испытать очень сильное разочарование от того, что ваши ожидания не оправдаются. Вот. Я думаю, так, можно ответить вам на вопрос, но, как психолог, я вижу в вашем тексте некий такой, ну, даже, знаете, не запрос, может быть, а некий такой, некое свидетельство, некое проявление неуверенности в себе, вот, и если вы действительно чувствуете, что не уверены в себе, то я полагаю, что это можно подкорректировать, вам можно выбрать более уверенную в себе позицию и чтобы в дальнейшем, в будущем не задавать таких вопросов относительно того, как мне лучше поступить и, там, стоит ли признаваться или лучше подождать, да? Вот. То есть, грубо говоря, после двух ваших первых, вот, после двух ваших вопросов, да, напротив скального вопроса, я бы поставил такой вот ещё вопрос. Вот вы пишите, стоит ли делать это первое? Для чего? Или лучше подождать? Чего? Вот. То есть, вот для чего и чего подождать? Вот задайте себе эти два вопроса, как бы, ну, после этих. И вот в зависимости от того, что из того, что вы ответите, будет для вас более приятным или наиболее неприятным, вам и нужно выбрать модель поведения. Вам и нужно, вот, именно исходя из этого выбирать. Ну, ещё раз повторю, меня, как психолога, больше интересует то, почему вы задаёте этот вопрос. То есть, в результате чего стал возможен этот вопрос. Такая постановка вопроса, вот, потому что за ней, возможно, что-то скрывается, вот. Ну, некие какие-то, может быть, проблемы, может быть, какие-то нерешённые конфликты, вот. Может быть, что-то ещё. И если так, то с этим нужно работать. В этом нет ничего страшного, но с этим нужно работать. И это нужно анализировать, вот. Опять же, чтобы вы были более самостоятельны в своём поведении. Потому что одни скажут вам подождать, другие скажут вам не ждать. И по итогу глаза разбегаются, что делать, да. Вот. Это не есть хорошо. То есть, и тот, и тот, и тот, и другой вариант нуждаются в рассмотрении именно в контексте вашего поведения. В контексте вашей системы ценностей. Вашей координат. Вашей системы координат. Понимаете? Вот. И вот уже тогда будет понятно, что именно для вас наиболее правильно. Потому что общих решений здесь нет. А вы же не хотите, чтобы ваша индивидуальность, например, принижала. Да? Вот. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.